Начинаю курс китайского для Boosty. Значит, что планируется? Всего планирую 333 урока. То есть полный китайский планируется, все три уровня. И он идёт как практический курс, поэтому я на Boosty выношу. Но 5 первых уроков я, видимо, в январе на общее выставлю, просто чтобы, если кто-то там интересуется, чтобы видели примерно, что тут происходит, в каком там темпе идёт, надо или не надо. Очерёдность. Декабре экстремально занят на работе, поэтому в декабре всё-таки один в неделю. Ну и кроме того, вот этот фонетический курс, который в декабре пойдёт, его и надо так подольше отрабатывать, так что и нормально. Дальше я планирую довести до 3 недели, потому что языком как минимум 3 в неделю надо заниматься. Может быть некоторые месяцы, которые у меня полегче, по типу февраль-июль, может быть побольше, там 4, может, китайских недель или 5. Ну даже если по 3 в неделю считаем, 330 урока, объём большой, получается примерно года 3 минимум китайского. Причём на самом деле я буду достаточно быстро гнать. То есть так вот, если кто с иероглифами не знаком, то действительно там один урок, это на 2-3 дня отработки, наверное. Потому что я буду сразу пачками иероглифы давать. Как они, кстати, в китайских изданиях тоже идут, они там почему-то полагают в китайских учебниках, что, так сказать, люди быстро выучивают. Но это надо руку набить, то есть сначала, по моему опыту, медленные иероглифы запоминаются, но потом достаточно быстро идётся. Потому что там составные части уже себе представляешь, готовые ассоциации. Ну, в общем, по иероглифу я ещё долго трепаться тут. Поэтому так, в общем, просто говорю, что иероглифов будет много, но к этому просто надо привыкнуть, через некоторое время будете сразу много запоминать. В перспективе, то есть, планируется не только китайский язык, но и культура. То есть, вот этот вот лозунг ещё, значит, Каменского, что мы через язык осваиваем также мир, да? То есть, планируется разбор всяких культурно значимых текстов по типу Конфуция, Лао Цзи, Мао Цзи Дуна, песен Хон Мэй Бинов и так далее, всякие там песенки, то да сё. Христоматии много китайских, где они с удовольствием про свою культуру рассказывают. Из этого всего тоже много будет. Чем больше языка знаем, тем, естественно, разнообразнее этот материал. Правда, классика вся написана на древнекитайском. Я думаю, что всё-таки я курс древнекитайского вынесу на общий. Там могут быть всякие любители, то есть, на бесплатник. Тем более, он не практического характера. И поэтому, возможно, какие-то вот разборы Конфуции и так далее будут на общем. Но дело в том, чтобы до Виньяни дойти, надо хотя бы по Тунхуа вот этот самый знать. Хотя бы на среднем уровне. То есть, у меня получится, что древнекитайский вообще-то будет вот к этому курсу относиться, да? Но вынесу его на бесплатку. Ну и ладно, в принципе. И бог с ним. Ну, в общем, получается ещё к этим 333 урока современного китайского, ещё где-нибудь так 100 уроков древнекитайского, которые пойдут в бесплатки. Что-то вот такое будет. Ну или, наверное, да, 64 сделаю, прям как вот в Эдзене. 64 урока древнекитайского с разбором классики. Проблема с моей спецификой знания языка. То есть, я читаю это много, и на работе у меня постоянно встречается. Но, естественно, я не носитель, и у меня именно с аудированием, произношением во всех языках проблемы. Видимо, вот левополушарный я человек. То есть, мне трудно анализировать какую-то вот тональность, а в китайском это как раз главное. Поэтому я буду делать упор на чтение. В основном будем считать, что это уроки чтения китайского. Но именно оно, кстати, там и сложное. Да, из-за иероглифики. Значит, произносить всё равно нужно будет показать, как это произносится. Потому что что показывать иероглифы и называть их по-русски, это будет не китайский уже. То есть, фонетический курс я, конечно, сделаю. Буду там уже, как у меня получается, произносить. Буду давать сноски на ютубе, как это носители реально говорят. То есть, произношение, конечно, нужно у носителей осваивать. Не у меня. И я поэтому буду привлекать активно материал, который на ютубе имеется. Такой бесплатный, где они действительно всё произносят правильно, чётко и хорошо. Тексты я буду пытаться не читать на путунхуа, на китайском, а сразу на русский. Допустим, иероглифом написанным, сразу на русский перевожу. Но подразумевается, что это всё на китайском. Там при необходимости я буду пояснять фонетически, как произносится. С текстами проблемка ещё такая, что путунхуа – это стандарт. Ну, кстати, да, рекомендуется. У меня на канале есть уже обзор китайского языка. Перед практическим курсом рекомендуется обзор этот, теоретически, там прочитать. Всё самое важное про китайский я там сказал. В частности, про вот эту ситуацию я сказал, значит, языковую, которая заключается в том, что недавно разработали этот стандарт на базе как древне-китайского письменного языка, так и пекинского диалекта. Половина населения страны говорит на своих диалектах, этот стандарт понимает плохо, но они его внедряют. Я о чём? Вот эти самые иероглифы там часто произносят по-другому. То есть есть стандартное произношение, вот это путунхуа, общее, и есть произношение местное. Поэтому вот эта практика, что я буду в основном читать сразу по-русски, иероглифический текст, это нормально, потому что они там тоже по-разному читают. Ну и вообще-то сказать, если я что-нибудь там криво произношу, то есть это самое, не стреляйте в пианиста, поёт как может, и не китайцы. Если вам нужно именно освоить, если бы болтать именно куда-то ехать в Китай, там разговаривать, то это по-любому надо у носителя или у того, кто находится в Китае. И постоянно это слушают. То есть я обучаю это чтению, получается. Ближайшие планы уровень А1. Я просмотрел штук 15 учебников. которые у меня есть по начальному уровню. Всё-таки Задоенко так для русских и остался лучше. Именно фонетический вводный курс у него подробнее всего и разбит правильно на мелкие занятия, которые можно отрабатывать отдельно, они всё в кучу. Поэтому где-то вот до пятого урока вообще полностью будет Задоенко, чтобы фонетику унести, потому что на бои фонетика слабенькая. Где-то начиная с шестого урока, когда Задоенко более-менее фонетику уже ввёл, я буду чередовать с китайским курсом Боя. Китайский курс Боя хорош тем, что он имеется до самого последнего уровня. То есть там много этих томов учебников. Вот начальный уровень прошли, дальше идёт по тому же учебнику в том же стиле, там уже наработанная лексика, дальше, дальше, дальше. Там множество этих уроков, в уровень, по-моему, 60 уроков, там о них забито. То есть вот это всё, он очень подробный, можно до самого конца там пройти китайский по этому Боя. Минусы его какие написали китайцы, фонетику они дают минимально, потому что её, так сказать, и так все китайцы знают. То есть они думают, что они как мы. Фонетику они так изложили и забыли, поэтому фонетику надо будет по Задоенко давать подробно. И они быстро гонят, выдавая, значит, пачками иероглифы каждое занятие штук по 20-30. Быстро гонят иероглифику. Поэтому вот это чередование, то, что я в латыни применяю, мне кажется, оно очень продуктивно. То есть я буду чередовать, один урок давать по Боя, а другой по Задоенко, по начальному курсу Задоенко. Они будут чередоваться, иероглифы будут повторяться. Кроме того, из других курсов я буду, вот как я из хрестоматии латинской вставляю, примерно с 10-го урока я буду вставлять также тексты из других курсов китайского на собственное, допустим, изучение, или читать их с какими-то комментариями. Где-то уже к 10-му уроку какие-то простые тексты можно почитать, какой-то будет запас иероглифов минимальный. Поэтому я буду использовать и другие учебники. Примерно так 5 учебников я собираюсь в начальном курсе слить. То есть основные вот эти, вот почему я обложки-то выводил. То есть в основном будет Задоенко и Боя. Вот по тем причинам, что у Задоенко хорошая фонетика, а Боя это стандартный курс китайского, самый большой, самый лучший китайский. Но к ним еще, значит, где-то 2-3 учебника в качестве источника дополнительного материала. Вот так я планирую начальный курс провести. За счет того, что будут постоянно повторяться одни и те же простые иероглифы, они все равно все на начальном уровне примерно те же повторяются, они будут легче изучаться. Вот это все китайским способом не надо их учить. Китайский способ изучения иероглифов, это по 30 раз их писать. Именно так у нас в Петербургском, этом восточном университете, так и преподают, по-моему, и во Владивостоке тоже. Я думаю, что не надо их рисовать, тем более мы же их не собираемся рисовать вообще никогда в жизни. Мы их видим на экране монитора. Надо просто много-много текстов читать, и таким образом они примелькаются. Ну ладно, про иероглифы я еще потом поговорю, как их изучать и так далее. После выхода на средний уровень, средний уровень это B1, предполагает уже несколько тысяч, наверное, лексических единиц, наверное, под 500 иероглифов будет, под 500 знаков уже, если не больше. Ну, в общем, средний уровень, это когда читаются более-менее уже такие тексты простенькие, допустим, на темы китайской культуры, какая-нибудь несложная поэзия детская и тыра-пыра. Вот средний уровень я буду чередовать уже общий какой-то учебник, допустим, Боя или еще там два каких-нибудь учебника среднего уровня, да, и периодически будут вставные уроки вот по типу хрестоматии, как я сейчас делаю медицинская латынь, где какие-нибудь тексты уже более-менее подробные, будем разбирать более-менее интересные. То есть где-то вы уже на уровне Б1, возможно, какой-то уже культурный дискурс уровень, а А1, А2 обычно примитивные, относятся к бытовой жизни, там ничего особенно про Китай не узнаете, ну, там за минимум будут какие-нибудь дебильные тексты по типу Пекин, столица КНР, что-нибудь такое простенькое будет, но просто словарный запас не позволит что-то сложное изучить, а вот со среднего уровня уже можно будет тексты более-менее интересные читать, как это всегда и делается. Ну, а вот примерно, как я планирую это сделать. И тут уже планы на три года, получится, не получится, не знаю, но вот такие идеи по этому поводу.